хоба привет с вами доктор влад но у меня сегодня подряд но видите вот с памфиловой что случилось и поэтому мне нужно это дело продолжать но во первых комментарии ребят ну уж нельзя так что вот так ей надо и все такое прочее ну не стоит да все эти живой человек какая бы она никакая слушайте есть закон есть порядок вот насчет инсценировки многие тут говорят инсценировка да ну вряд ли это тут вот новости и давайте у вас лучше ознакомлюсь с новостями вот насчет этого подробности вернее о разбойном нападении стало известно роли кота в нападении на дом памфиловой смотрите значит председатель центральной избирательной комиссии элла памфилова на дом который ночью было совершено нападение перед сном вышла в прихожую чтобы впустить кота который гулял на участке и наткнулась на грабителя об этом сообщает телеграм-канал база а по данным телеграм-канала 112 события разворачивались иначе памфилова уже легла спать около двадцати трех на следующий день у него было назначено важное мероприятие но она принимает участие к этой международной конференции где уже от себя но уже через пару часов и разбудила кошка которая мяукала и просилась на улицу здесь кот а здесь кошка вы уж определитесь ребята после этого глава цик открыла дверь надо понимать и встретил с лицом с лицу лицом к лицу с налетчиком он ткнул памфилову электрошокером и сразу сбежал позже уточнялось что налетчик забыл включить устройство она не сработала а ну потому и говорили что ударил да вот тем не менее женщина наступила в схватку с нападавшим метнула в него стул а также царапалась и била его вынудив отступить но подождите он же это вроде убежал сразу да сразу сбежал да она еще вдогонку на наметнула стул царапалась и била это она или кошка ну она ну смотри молодец какая вынудив отступить после инцидента памфилова позвонила в полицию и дочери затем выпила успокоительное и легла спать из дома потерпевший ничего не пропало я бы не лег спать вы чего по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 разбой с незаконным проникновением в жилище укрф полиция уже начала поиск лиц причастных к нападению ну сейчас задержит сразу всех кто там вокруг живет грабитель ничего не взял в связи с этим эксперты как пишет ру постерс предполагает что нападение преследовал цель вывести из строя памфилова перед международным сообществом иванов выйти из строя бах упал что с ним вышел из строя напомним что сегодня утро в москве открылась международная конференция ну вот цифровизация избирательных процессов гуманитарное измерение на которую съехались представители 30 стран к тому же нападение совершено за три дня до общероссийских выборов ну вот так вот ребята да 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 забыл включить и так далее тут что-то еще было а памфилова дала комментарии после нападения все хорошо все нормально ну и славьте господи ну давайте уже за днем там чтобы два раза не вставать до новости новости нехорошие в сирии погиб российский военный из волгодонска помните вам говорил что трое погибло да а ну вот да тут и есть накануне сми сообщили о гибели троих российских военных в районе населенного пункта джурин сирийской провинции идлиб минобороны сообщил что в этом районе российских наблюдательных постов нет то есть они отказались да вот но вот погиб до погибшим оказался 27-летний кирилл никонов из волгодонска ростовской области вот так учился в школе бла-бла-бла был учеником одной школы и дальше мама говорит значит она поехала в москву мама поехала в москву чтобы узнавать всю эту ситуацию как решить дальнейший вопрос это же другая страна сирии да мама поехала забирать групп молодой человек служил воинской части подмосковье там у него есть семья и там будет прощание а потом уже они приедут сюда планируется что здесь будут похороны на аллее воинской славы до подорвался на мине вот что с ним случилось ладно смотрим дальше опять газета ру в британии из тюрьмы выпускает самую опасную педофилку я не люблю такие эти такие статьи хотя и на газете ру и хотя она в яндекс новостях и все 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 ванесса джордж ну и так далее в общем 2009 году суд признал ее виновной в 13 случаях и мне просто сразу знаете какая мысль да что путин даст ей гражданство вот сразу российского сразу в россии приглашали пригласит и выделит квартиру в воронеже вот прям вот такие мысли что хотите со мной делать смотрим дальше власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в кузбассе вот тебе иначе еще взрыв ленинск кузнецком значит пострадала женщина очень серьезно то говорили что не баллон взорвался газовый да а теперь говорят что скопление метана скопление в доме метана на основании изучения проекта введения горных разработок сделано предположение что газ мог проникнуть из выработок пласта дягилевский который отрабатывал шахта байкаимский шахтер 40-х годах прошлого века но вот до наслесали короче да вот тут дальше свердловской области пожар организован постоянный мониторинг состоянии атмосферы в близлежащих домах оказывается вся необходимая помощь да как можно жить в россии дома взрываются просто так да потому что там разработки какие-то кардиологи давайте немножко успокоимся кардиологи опровергнуть миф о вреде соли европейское общество кардиологов установила что высокое потребление натрия который содержится в соли лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний увеличение риска смертности профессор салим юсуф из канадского университета макмастер отдельно подчеркнул что исследование проведенной специалистами опровергает широко распространенное мнение о пагубном влиянии соли на организм человека и дальше он также отметил что проблемы со здоровьем могут возникнуть лишь у тех людей кто злоупотребляет солью ну ка ну ка в цифрах да то есть съедать больше 6 граммов соли в день да я за один раз солю 6 граммов супчик какой-нибудь себе я сразу подсаливаю ну вообще вредно для давления ребят да вот чего вредно конечно взгляд они так больше 6 граммов в день да это все съедают больше 6 значит всем вредно так хорошо боярский прокомментировал удо кокорина и мамаев это тут внизу да ладно не хочу я боярского не люблю я его всю его семью ставки по 30-летней ипотеке в ша упали до минимума за три года но вот смотрите цифры какие да средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 3,49 процента по сравнению 3,58 годовых прошлый четверг год назад ставка была 4,54 а сейчас уже 3 15-летние кредиты сейчас представляется в среднем под 3 процента самый низкий показатель с ноября 2016 да вот так ребята у нас такие проценты за 7 месяцев в башкирии врачи и фельдшеры выявили 1650 случаев рака а знаете почему они выявили я вам сейчас скажу дело в том что там премии установили заранее выявление онкозаболевания вот они пошли шуровать теперь всем какая чушь вот это все да ваша это заливная рыба назван самый посещаемый туристами город мира воронеж ну-ка 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 не бангог столица таиланда посетили в прошлом году 22 миллиона о как на тайских девушек да посмотреть актер александр семчев или семчев рассказал как похудел на 100 килограмм я себе уже где-то выделял но что-то по-моему проскочила несколько лет назад вес александра достигал 200 килограммов но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг для этого ему не пришлось прибегать к операции актер даже не обращался к врачу он поведал изданию телеграма про как у него это получилось сделать у него было повышено артериальное давление одышка в 200 килограмм это серьезно ну и сахарный диабет конечно на свой билет 2019 семчев решил выполнить задачи этому удалось многие уверены что он сделал резекцию желудка он сказал что нет диета он отметил что перешел на питание куриными грудками мясом индейки и рыбой стал пить больше воды чтобы усилить метаболизм вообще спорное заявление ну 100 килограмм сбросил черт возьми придется прислушаться до порции уменьшил овощи стал есть сырыми ну вообще-то я так тоже эффект стал вскоре заметен семчев считает что важнее всего мотивация мотивация ребята правильно худеть ему пришлось без наблюдения врача но я худел под наблюдением врача то есть я сам врач без посторонней помощи сейчас уровень сахар пришел в норму да у меня сразу сахар пришел общее состояние улучшилось но правда не так сильно худел 250 фунтов было потом да ну ладно про меня чё давление тоже снизилось пересматривать питание не буду она достаточно здоровая молодец 100 кило сбросить это серьезно прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей опа да несоблюдение трудовых прав требует повысить зарплату да 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 ух мы вынуждены мы вынуждены совмещать работу в отделении травмпункте а потом по много часов на ногах в операционной за все платят копейки мы так не можем ну посмотрим опять скворцово да господи так что тут еще в пятерочке москвичу проломили череп за кражу водки попытался украсть водку его значит поймали избили он впал в кому проломлены свод основания черепа тяжелейшие тяжелейшие переломы это ужас какой-то умышленный да днем ранее в сети появилось видео с бене посетители в столичном магазине пятерочка охранник набросился на мужчину с кулаками когда тот отказался показать содержимое своего пакета во блин пятерочка я не застал индейский лунный модуль готовится к посадке на спутник земли ну и слава тебе господи это будет четвертая страна да скоро скоро в случае успеха миссии индей станет четвертой страной в мире совершившую мягкую посадку космического аппарата на поверхность но еще посмотрим шестиколесный луноход люноход будет будет индийский роскосмос просит 373 миллиона рублей на освоение луны ну как же им картинку надо нарисовать что они освоили луну я не верю роскосмосу вы на рогозина посмотрите вот это весь роскосмос рогозин да в офисе фбк в штабе алексей навальный в студии навального студии канал навальный лиф сегодня до часу ночи продолжались обыски да вот так вот тасс тасс кабмин не прорабатывает вопрос о повышении пенсионного возраста до 70 лет назвали бредом значит точно будет ребят вот как пить дать вот точно гадалки не ходить глава крыма позвал зеленского на полуостров но он не поедет туда да еще тут ничего комментировать женщина родила двойню 74 года установил мировой рекорд в молодец какая это индийский штат андхра прадаш ну правда экстра корпоральное оплодотворение ну и вот и и стала матерью вот как молодец 74 так основателя рольфа сергея петрова объявили международный розыск понятия между король ну какая-то организация да да кипрская компания бла-бла-бла подложный договор и так далее в общем в общем и он где-то за рубежом он говорит что ягод не совсем дурак или чтобы возвращаться где туда где тебе собирается что-то пришить это его слова новые парашюты помогут российским военным выжить при попадании в воду а зачем в воду то спускаться но не надо просто и всего он прыгает аж в ластах даже с парашютом и в ластах и лыжи заодно еще за спиной хорошо ох российские военные так ну и юлия латынина ругает навального просто вот дела и отругала а заодно и кашина она всех теперь ругает ладно все ребята успокойтесь все хорошо прекрасно маркиза доктор влад с вами это главное